Бейт Аль-Хикма, интернет-мадресе, представляет Бейт Аль-Хикма, интернет-мадресе, представляет У нас второй урок, который посвящен введению в уроке о религиозных течениях и группах в исламе Но до того, как начать разговор о конкретной группе в исламе, мы еще раз вернемся в вводную часть наших уроков И в прошлый раз я и не закончил разговор о хадисе Алифтирак О том хадисе, в котором говорится, что мусульманская умма должна разделиться или расколоться на группы На прошлом уроке я говорил о причинах, по которым мусульмане разошлись И почему появились группы, как думают об этом наши мусульманские уважаемые ученые А сегодня мы вспомним известное изречение пророка Мухаммада, которое в шариате мы называем хадис Алифтирак Доктор Кахтан Абдури в своей книге говорит От пророка Мухаммада передаются разные многочисленные хадисы Которые говорят о том, что аль-умма аль-ислями, то есть исламская умма, то есть община мусульман разделится на многочисленные группы Вспомним первый из них Это один из первых хадисов, который передается в известных сборниках хадисов Например, у Термези смысл хадиса таков Иудеи разделятся на семьдесят одну группу или на семьдесят две группы В хадисе упоминается именно термин фирка Помните, да, на первом уроке я говорил, что фиркатон — это единственное число от слова фирак А фирак — это у нас течение и группы Или, как переводят баранов, секты И христиане тоже разделятся на приблизительно примерно такое же число групп Пророк говорит И моя умма также разделятся на семьдесят три группы Это, значит, первая версия хадиса, которую мы называем хадис аль-ифтирак Теперь мы приведем еще другую версию Которая связана с этой же версией Здесь пояснение к этому хадису идет То, что в хадисе говорится, что иудеи разделятся на семьдесят одну группу или на семьдесят две Это говорит о том, что есть некое сомнение со стороны передатчика хадиса Аль-Рави Ва вареда фель-хадис Абдулла ибн Амр Аль-Атий аля тинтейн ва сабаина милля Мин-Гэй-Ришак Есть другая версия этого хадиса, которая передается от Абдуллы ибн Амра Что здесь уже упоминается более точная цифра на семьдесят две группы Вместо слова фирка использовано другое слово милля В нашем случае это синоним слова фирка Хотя милля в арабском языке может иметь, конечно, и разные значения Но вот версии Абдуллы ибн Амра, которая также приводится в сборниках, вот этого уже сомнений нет Итак, вторая версия Это более интересная версия хадиса, которую мы называем хадис Алифтирак Здесь более важные моменты для мусульман упоминаются Обратите на это внимание Говорится, что поистине Бану и Сраиль, то есть сыны Израилевы, разделятся на семьдесят две группы На семьдесят два направления или толка Опять пророк Мухаммад в этой версии говорит, что моя умма, моя община разделится на семьдесят три группы Далее очень важно Все они будут в аду Все они будут в аду Кроме одной группы Далее хадис продолжается КАЛЮ ВАМАН ХИЯ Я РАСУЛЬУЛЛАХ Сподвижники обращаются к пророку Мухаммаду А задают ему вопрос А кто же эта группа? О, посланник Аллаха КАЛЬ МААНА АЛЕЙХИ ВААСХАБИ Пророк пояснил Что те, кто будет на моем пути и пути моих сподвижников Это та группа, которая спасется То есть та группа, которая не попадет навечно в ад Этот хадис тоже очень часто упоминается в источниках по исламской теологии И к нему есть очень много разных толкований В али хадисе ифтира каль-умма асанит кафира ан-расулю ля Саляллаху алейхи вассалям Есть еще и другие версии с другими цепочками передатчиков То есть и другие сподвижники тоже передают этот хадис От пророка Мухаммада саляллаху алейхи вассалям То есть есть еще и другие сборники хадисов И есть другие передатчики, которые передают этот хадис Итак, что ученые говорят? Несмотря на то, что некоторые хадисоведы, некоторые ученые считали этот хадис недостоверным Слабым Считали его слабым Были ученые, которые считали, что этот хадис сахих Хасан То есть нечто среднее между достоверным и слабым хадисом Хасан Это тот хадис, который тоже считается макбуль С точки зрения шариата, который тоже используется в шариате Есть ученые, которые посчитали, что многочисленность преданий этого хадиса То есть когда этот хадис передается разными передатчиками Пусть в этих хадисах есть различные версии То есть мысль выражена разными словами Но она, по сути, одна эта мысль Что мусульмане должны разделиться на определенные группы Или точнее, скажем, умма, община, которую упоминает пророк Мухаммад Ученые считали, что так как таких ривоятов, таких преданий очень много То нет нужды сомневаться в достоверности этого хадиса То есть они стали отрицать понятие сомнения в отношении смысла этого хадиса То есть нет смысла сомневаться в этом Так как очень многие передают этот хадис Да, не передают Бухари, например, не передают Муслим не передают Однако другие ученые хадисоведы В том числе и те ученые, которые считаются авторами четырех известных сборников Которые входят в понятие Аль-Кутуб Асидта То есть известные Ас-Сыхах Асидта Или шесть сборников хадисов, которые мусульман-суннитов считаются самыми достоверными сборниками То кроме Бухари и Муслим, остальные четверо передают этот хадис Так вот, один ученый, который тоже связан с хадисоведением, сказал Один из ученых заявляет Что так как очень много преданий этого хадиса Они вот эти предания друг друга укрепляют, усиливают И поэтому не остается никакого сомнения, что Пророк передал нам этот хадис То есть мусульмане не должны сомневаться, что Пророк сообщил нам эти слова Другой имам, тоже один из поздних ученых, хадисоведов, говорит Калиль имам Яхья талякатху л-уммату бель-кабуль То есть вот этот хадис мусульмане приняли большим числом своим То есть вся умма, в принципе большинство мусульман считает этот хадис достоверным, приемлемым Что действительно Пророк так сказал По поводу понятия, что имелось в виду под словом милля Есть разные точки зрения С точки зрения языка под словом милля Имелось в виду то, что Всевышний в виде закона указал для своих рабов, для людей В виде того, что он послал посланников Для того, чтобы приблизиться ко Всевышнему, это называлось словом милля Например, в Коране встречается слово милля ту Ибрахим То есть кто-то переводит это слово как нация, нация Ибрагима Но это не имеется в виду нация в нашем понимании этого слова А имеется в виду религия Ибрахима То есть под словом милля имелось в виду религия всех пророков в исламе Затем смысл этого слова расширился Его стали использовать в значении заблудших течений и групп И было такое слово, например, говорили арабы Что неверие является милля тун вахид То есть является отдельной религией Получается, что все неверные со своим неверием представляют такое понятие Как по-арабски называется милля То есть они стали называть все, что связано с неверием, то же слово милля Хотя в Коране первоначально это слово используется только в отношении верующих Только последователей пророков С этой точки зрения в хадисе говорится, что получается, что в том числе и мусульмане Потому что там говорится и про иудеев, и про христиан В том числе получается мусульмане Если под словом уммати имеется в виду мусульмане Что они разделятся на разные группы, то есть на разные религии Это в переносном смысле значение милля в арабском языке Также есть мнение, что милля означает «всякое деяние» и «всякое слово выражение» То есть было ли это правильным или неправильным Ичитама алейхи джамаатун И на этом действии, деянии или на этом слове собралась какая-то группа И они тоже называются в арабском языке словом милля Из этого хадиса следует, что сыны Израилевы разделились на 72 группы Или на 72 религии И также умма общины Мухаммада То есть умма Мухаммада также разделится Правда, появление заблудших среди общины Мухаммада будет на порядок выше Потому что упоминалась цифра 71, 72 А в случае умма Мухаммада упоминается цифра 73 Вальмурад бель умма Умма туль-иджаба Как считают многие ученые Под уммой, под общиной в этом хадисе имеется в виду умма туль-иджаба А что такое умма туль-иджаба? Умма туль-иджаба Вот здесь поясняется Вахум ахлюл-кибла Фа инна исмаль уммати Мудафун иля Мухаммад Салаллаху али-иджаба Я табадру минху умма туль-иджаба То есть под умма туль-иджаба или под словом община Или под словом уммати, который произнес пророк Мухаммад Ученый считает, подразумевается Все мусульмане Или другим термином ахлюл-кибла То есть все мусульмане, которые в одном направлении Исполняют, например, молитву Все они называются ахлюл-кибла То есть несмотря на свои воззрения На свои разногласия Все они вместе читают намаз в одну сторону В сторону Мекки Все они вместе называются ахлюл-кибляти И в данном хадисе именно подразумевается Что именно эти мусульмане и разделятся на 73 группы То есть подразумевается, что именно мусульмане разделятся на 73 группы Кроме этого, до того как я хотел пояснить эти слова Есть еще мнение некоторых ученых, которые считают, что все-таки в хадисе под словом уммати Моя умма подразумевается не только мусульмане А подразумеваются люди, которые жили в эпоху Мухаммада И будут жить после него Несмотря на то, приняли они ислам или не приняли они ислам То есть были иудеями или христианами Или представителями других учений и религий Все они называются тоже уммой Мухаммада Это вторая точка зрения, которая здесь упоминается только в примечании Но такая точка зрения тоже есть И некоторые современные ученые тоже придерживаются этой точки зрения И с этой точки зрения, конечно же, получается, что под спасенной группой имеются в виду все мусульмане Также ученые разногласили по поводу цифры 73 Первое мнение То есть некоторые считали, что именно под цифрой 73 упоминаются течения, которые будут разногласить в основах веры В основах веры То есть будут какие-то основные вопросы В этих вопросах мусульмане разделятся на 73 течения Второе мнение Некоторые ученые считали, что вот эта цифра достигается в какое-то определенное время То есть в какое-то время 73, в какое-то время их чуть-чуть больше, в какое-то время их меньше Но в среднем сохраняется цифра 73 Третье мнение Аль-Ададу Махмуль Аль-Ат-Таксир Это тоже мнение многих ученых Они считают, что цифра 73 упоминаемая в хадисе Хадис Алифтирак Она используется риторически То есть указывает на количество Указывает на количество И не имеет значения, сколько именно 74, 75 или меньше В арабском языке принято Выражать мысль таким образом Так же, как и в русском языке Когда мы говорим Я тебе уже сто раз говорил Имеется в виду много раз говорил Не обязательно сто раз Человеку нужно произносить В том числе у арабов цифра 70 тоже имеет такое же значение В арабском языке Цифра 70 тоже указывает на множество И когда человек говорит, что я говорил тебе 70 раз То тоже имеется в виду много раз И поэтому некоторые ученые Особенно которые опираются на стилистику арабского языка Считают, что в данном случае Имеется в виду просто большое множество Вот этих течений и групп А не обязательно точная цифра 73 Также ученые разделились По поводу того, что Значит, вот эти 73 группы Они на самом деле будут 73 группы Значит, или их будет меньше или больше То есть в этом вопросе тоже есть разногласия Некоторые считают, что до сих пор Мусульмане не дошли до этой цифры 73 То есть нет 73 течений в исламе Нет таких течений То есть возможно оно потом будет То есть некоторые из 73 уже сегодня существует А некоторые еще не существует И они считают, что перед судным днем Все вот эти 73 течения появятся То есть они считают, что о том, что сообщил пророк Мухаммад Состоится без всякого сомнения Имеется в виду опять-таки не вот эта цифра 73 А имеется в виду вообще все вот эти расколы Все вот эти секты, течения, которые появятся в исламе Некоторые говорят, что вот эти течения уже были в исламе Поэтому мусульманину обязательно нужно различать между правильной акидой и неправильной То есть он должен узнавать, правильное у него вероубеждение или неправильное То есть были такие ученые, которые перечисляли в своих книгах именно вот эту цифру 73 И они считали, что на данный момент, то есть на то время, когда они писали свои книги, а это было средневековье Что уже вот эти 73 течения уже были Они не могли точно определить, какие именно это течения Но они делали предположения, делали расчеты И примерно рассчитывали как раз вот эти все 73 группы Возможно, они это делали искусственно, но тем не менее они считали, что все эти группы, о которых говорится в хадисе Они уже появились на то время, когда они писали книгу Опять возвращаемся к хадису и к тому важному моменту, в котором в хадисе было Посланник сообщает, что все, все группы, которые появятся, вот эти 73, все попадают в ад Попадают в адский огонь По причине своих мерзких поступков и своих мерзких вероубеждений, можно так сказать Кроме одной группы, которая по-арабски называется альфиркату-наджи То есть спасенная группа В одном из хадисов или в одной версии он упоминает, что это аль-джама Вот эта спасенная группа, она называется аль-джама'ат Община можно переводить Как это приводится в сборниках хадисов Абу-Дауда, Ибн-Маджа и имама Ахмада А в другой версии хадиса, который передает Тармези, он сообщает, что спасенная группа Это те, которые находятся на пути пророка и на пути его подвижников И как я уже вам говорил, ученые истолковали, сунницкие ученые истолковали понятие аль-джама'ат Как Ахлюсунна валь-джама'ат Еще раз повторяю, Ахлюсунна валь-джама'ат Это большинство мусульман То есть сунниты, они представляют большинство мусульман То есть мы, мусульмане, и ханафиты, и малекиты, и шефиты, и ханбалиты Все вместе мы называемся Ахлюсунна валь-джама'ат И поэтому некоторые ученые сказали, что вот аль-джама'ат Которая упоминается в одной из версий хадисов Как раз и есть та самая Ахлюсунна валь-джама'ат Община, сунны и согласие общины Группа сунны и согласие общины Или другими словами, они те, кто согласен с мнением джама'ата сподвижников пророка Мухаммада То есть они исповедуют те же верования, те же воззрения, которые исповедовали сподвижники И придерживаются строго мнения этих сподвижников То есть они идут по стопам именно этих сподвижников И соответственно используют путь сподвижников для себя как вехи на пути То есть как инструкция, как правило жизни и в основах ислама, веры и второстепенных вопросах Для них вехами или вот этими маяками, за которыми нужно следовать, являются сподвижники Соответственно все, кто согласен с подвижниками, из ученых, в том числе факрихов, ученых исламского фикха Все, кто согласился и в малом, и в большом, и в внешнем, и в внутреннем согласился с мнением сподвижников То все эти люди являются ахли суннау аль-джама'а Или попадают в понятие аль-джама'а в одной из версий хадиса аль-Ифтира Это то, что отличает последователей сунны, то есть суннитов, от представителей других течений Или от заблудших мусульман с точки зрения суннитов Потому что всякий, значит, еретик, новатор в религии Тот, который приводит что-то новое в религиозных вопросах То, что большинство мусульман не принимает Каждый из них считает, что именно его группа, его фирка, его секта является спасенной и правильной Вот тафаррук аль-мазмуум аль-варид бель-хадис аль-шариф Хуа тафаррук би-усулуддин вуал-а-каайт И здесь ученый опять возвращается к понятию тафаррук или к слову алифтирак Он показывает, что в данном хадисе имеется в виду понятие негативного тафаррука То есть разногласия, которые мы не можем его восхвалять, рекомендовать, одобрять Мы можем только его осуждать Тафаррук аль-мазмуум То есть именно этот тафаррук в негативном значении, в отрицательном значении приводится в этом хадисе Что это за тафаррук? Какое разногласие является порицаемым в исламе? Не приветствуется, не одобряется, иногда и запрещается Это тафаррук би-усулуддин вуал-а-каайт Когда мусульмане начинают разногласить в основах веры, в основах догматах Какие это вопросы? Это аль-иляхият ван-нубуват валь-яум-ал-ах То есть есть понятие усулуддин, три основы Если в этих трёх основах мусульмане начинают разногласить, это считается порицаемым среди мусульман И какие это вопросы? Это аль-иляхият, то есть те вопросы, которые связаны со Всевышним, с Аллахом Что можно в отношении Аллаха говорить? Чего нельзя? То есть вопрос сайфатов, например, или вопрос самости Всевышнего Нубуват — это второй столб, второй усулуддин Вопросы, связанные с пророчеством И третий усулуддин — это вера в Сутный день То есть если в этих трёх вопросах или в трёх основах мусульмане разногласят Это не одобряется в исламе Это считается порицаемым И автор книги говорит И мы найдём это высказывание и у других учёных, других авторов В которых везде это говорится, что разногласия в вопросах фикха Или в вопросах ичтихада Всё, что связано с религиозной практикой, с обрядами То, что не относится к акиде То есть обязательным вероубеждениям То разногласие в этих вопросах считается рахма То есть считается милостью для людей От Всевышнего Аллаха Как некоторые учёные в своих книгах передают такое изречение пророка Которое, может быть, по передаче, оно может быть и слабое Но, по сути, оно верное И большинство мусульман, большинство учёных принимает этот хадис по смыслу В котором говорится, что разногласия моей уммы То есть уммы Мухаммада Рахма, милость То есть то, что мусульмане разногласят в вопросах практики религиозной Например, как совершается молитва Как совершается никах Как совершаются какие-то другие практические моменты в религии ислам То здесь разные точки зрения Как разные точки зрения были у подвижников пророка Мухаммада Это считается милостью, облегчением для людей Потому что есть две точки зрения у учёных по этому поводу По поводу мучтахидов То есть те, которые выводили шариатские решения из Нусус Из Корана и Сунны То есть первое мнение говорит То есть считается, что все мучтахиды Все учёные, которые выводили из Корана и Сунна Какие-то решения Все они считаются правыми Их мнение является правильным И поэтому с этой точки зрения Последователи четырёх масхабов фикха Все являются правоверными То есть они являются мусульманами Которые исполняют ислам правильно И за это получают салапа То есть получают вознаграждение И второе мнение Что Некоторые считают, что все-таки кто-то один из мучтахидов В каком-то определенном вопросе прав Другие же в этом вопросе, другие мучтахиды ошибаются Но То есть нельзя сказать, что он в этом вопросе, мучтахид Заблудился или стал неверным То есть это не такой вопрос Из-за которого можно человек объявить заблудшим или неверным Потому что мучтахид имел на это право То есть он обладал определенными способностями, классификацией Провел исследование, вывел решение на основе Корана и Сунны У него получилось какое-то решение Возможно оно правильно, возможно оно неправильно То есть кто-то прав, а кто-то неправ Но в любом случае Второе мнение говорит, что кто-то один прав Но значит тот, кто неправ Он все равно не является заблудшим И тем более не выходит из ислама Это то, что касалось хадиса Алифтирак И на этом наш сегодня урок заканчивается В ахру дагуана И хамду лилляхи раббюля алимин